Сейчас небольшое видео нашего поля, где у нас растут двухлетние саженцы, пузыреплодники, лапчатка, эйбетсвуд, голдфингер, фингвиспер, жимусь татарская, спиреи японские, жасмины, плод четырех сортов, ну и конечно же наш Денис, правда, с нашим стражем, да, мы все вас приветствуем. Сейчас я вам представляю гортензию полярный медведь, я специально поставила сюда своего сыночка. Денис, какой у тебя рост? Метр тридцать, да? Вот, этой гортензии три года, посмотрите какая она у нас уже вымахала за три года, и какое буйство цветения. Сейчас я вам показываю двухлетние саженцы, их высота около 80 сантиметров, это уже достаточно мощный сформировавшийся куст. Посмотрите, такое же буйство цветения. И, как всегда, мы хулиганим. Вот она такая красавица. Пересорт исключен. Мы продолжаем дальнейшую экскурсию по нашему питомнику. Сейчас я вам представляю пузыреплодник Диабло. Посмотрите, какая высота этого пузыреплодника. Тоже мощное стволо, а древесневевшее. Ну, а это моя любимица, спири и литл принцесс. Мне кажется, у нее нет равных. Вы знаете, даже без формирования кустик растет шариком. Она уже отцвела. Но отдельные цветочки можно увидеть. Посмотрите, какой плотный шарик. Это уже достаточно взрослое растение. Так что, дорогие цедоводы, ловите момент. Она у нас продается в нашем интернет-магазине. Спереигравшей. Она не нуждается в особой рекламе. Эта неземная красота нас радует в конце мая. Своими белоснежными цветами. Она вся у нас усыпана. Я даже не знаю, как вам ее показать. Какой это куст. Он уже такой. Достаточно толстые стебли. День, встань, пожалуйста, в кустике. Давай покажем, какая высота у кустов. У кустов высота, наверное, около 80 сантиметров. Вот такая вот она у нас здесь. Сперея японская. Спарклинг шампунь. Это много сорт Спереи достаточно. Хотелось бы вам ее побольше рассказать и показать. Привет. Смотрите, какие у него оригинальные листочки. Когда они молодые, они принимают такой красно-бордовый оттенок. Винный. И куст смотрится таким огненным. Очень красиво оригинальным. Цветет он также. Такими же розовыми соцветиями. Как все Спереи японские. Но его оригинальные заключаются вот в этих листиках. Посмотрите. А когда это весна, этот куст, вот такой вот огненно-красный весь. Хочется еще отметить мой любимый дерен элегантиссимо, который я использую всегда как живую изгородь. И вот посмотрите, вот эти вот двухлетние кусты, которые достигли уже высоты роста Дениса. Уже можно спокойно стричь, формировать. Это, в принципе, уже готовая живая изгородь. И там наш красавец стоит. Листики здоровые. Смотрите. Вот такая вот здесь красота.